Глава МВД Владимир Колокольцев, он в открытую сказал, что недофинансирование его структуры, у него нет чем платить, у него оклады маленькие, нужно больше, нужно еще больше. К чему я веду? Если я не ошибаюсь, раньше такие вещи при сильном Путине вслух не проговаривались. Это можно где-то на ковер, где-то сказать, что можно немножко больше. А здесь в открытую Колокольцев говорит, мне нужно больше. Насколько это тревожные такие сообщения, когда уже в открытую говорят, нужно больше денег, силовые структуры? Вы знаете, ситуация с Колокольцевым и его ведомством, она отдельная, особая. Потому что вообще, так сказать, на сегодняшний момент МВД, который возглавляет Колокольцев, это самая слабая из всех силовых структур, ее даже силовой структурой назвать сложно. Даже есть такой термин, не силовики, а слабовики. То есть, Путин, придя к власти, он кардинально и решительно изменил соотношение между МВД и ФСБ, которые конкурировали всегда, но и на протяжении всей советской власти. МВД и КГБ тогдашние конкурировали между собой. Иногда, так сказать, КГБ брало вверх иногда МВД. Но вот и в постсоветское время это было. Путин, придя к власти, окончательно решил этот вопрос, фактически унизив МВД, уволив тогдашнего главу МВД Рушайла. И с тех пор МВД влачет весьма-весьма жалкое существование. То есть, из него убрали основные силовые структуры в пользу Росгвардии, так сказать, такой внутренней армии. И на сегодняшний момент МВД действительно унижена. Эта организация, которая должна, в общем-то, работать на безопасность граждан, она влачит жалкое существование. И поэтому колокольцев, в общем-то, ну, ему, что называется, терять уже нечего. Потому что, на самом деле, то положение, которое сегодня есть у МВД, у полиции, у других структур, которые входят в эту, так сказать, структуру МВД, оно действительно убийственное совершенно. Поэтому он и высказался таким образом. Ну, а что касается страха, ну, не знаю, может быть, действительно, в конечном итоге человек понимает, что ситуация такая, что Путин особенно и сделать-то с ним ничего не может. Ну, уволят его. Ну, в конце концов, вряд ли дело дойдет до каких-то серьезных репрессий. Так что я думаю, что здесь особая ситуация с МВД. МВД находится сегодня, поскольку это структура, которая не в значительной степени не обслуживает, в большей степени должна обслуживать граждан, а не власть, в отличие от Росгвардии, от Федеральной службы охраны, от ФСБ. То есть это как раз те структуры, которые обслуживают власть, а не граждан. То, в общем-то, она находится в таком вот униженном и достаточно убогом положении. Так что протесты, вот этот вот плач Ярославный, который издает господин Колокольцев, он вполне понятен. Игорь Александрович, также хотел бы вспомнить такого историка американского. Это женщина Эми Найт. Она уже несколько десятилетий изучает российские элиты. И вот она дала большое интервью изданию «Медуза». И вот у нее спросили об усталости от войны. Ну, понятно, что в Украине граждане очень устали, потому что их бомбят каждый день. Вот Россию уже ж не бомбят. Но все же ее спросили об усталости элит от войны России в Украине. И она говорит, что следующее, что они устали, потому что у них, если мы говорим об элитах и окружении Путина, у них есть деньги, у них есть какое-никое влияние, но только внутри России. Яхты, дети за границей тоже не могут. Ну, пытаются, но это не системная вещь. И вот она говорит, что вот они очень бы хотели окончание войны, но вот восстать, возеднаться, как-то вместе что-то сделать они не могут. Ну, в действительности какая-то усталость. И, безусловно, усталость есть. Усталость есть и в целом население, и России, и Украины. Причем понятно, что объективных оснований для усталости у украинцев гораздо больше, потому что все-таки война идет на территории Украины. В основном на территории России она только так заглядывает на минуточку. Но если брать верхушку, то очевидно совершенно, что, в общем-то, заинтересованность в прекращении войны, она существует. Но что мешает? Мешает страх. То есть на сегодняшний момент верхушка российской власти боится Путина гораздо больше, чем последствия его правления. Как и когда, в какой момент произойдет переворот, а именно то, что Путина станут бояться меньше, чем результатов его правления, скорее всего, это произойдет после тяжелого военного поражения. Вот тогда возможно изменение внутри России. Но прежде всего этот переворот должен произойти в сознании с его иком. Еще раз подчеркиваю, на сегодняшний момент страх перед Путиным, перед тем, что он может сделать с любым человеком, который пойдет поперек его на его власти, значительно больше, чем страх перед последствиями его правления. То есть, ну, был момент, когда Путин утратил контроль за происходящим. Это был момент вот этого задержного бунта Пригожина. Но, показательно казнив Пригожина, Путин восстановил контроль за происходящим в России. И на сегодняшний момент его боятся больше, чем, условно говоря, расплаты за преступления, которые они делают. Продолжение следует...